1 апреля налоговая инспекция начнет производить массовый расчет имущественных налогов для жителей Ноябрьска. Это транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Для того, чтобы эти расчеты были произведены максимально корректно, специалисты просят людей в течение ближайшего месяца, во-первых, сообщить о льготах при налогообложении, если они есть, и, во-вторых, ответить на единое налоговое уведомление, которое горожане получили еще в прошлом году и которое уже содержит расчет имущественного налога. В письмо также вложено заявление, в котором можно указать налоговикам на ошибки, совершенные при расчете ваших налоговых обязательств. При этом специалисты обращают внимание на основные критерии, в соответствии с которыми начисляются имущественные налоги. Для транспорта это лошадиные силы, а для недвижимости кадастровая оценка, которая ежегодно изменяется. Далее так называемый повышающий коэффициент. Он действует с 1 января 2012 года и тоже не является постоянной величиной. И, наконец, дата возникновения собственности. Прежде всего на то, что размер имущественного налога зависит от даты возникновения собственности, будь то недвижимое имущество или это машина. То есть вот именно от этой даты начинается расчет налогового обязательства. Ну и, соответственно, до даты его прекращения. Потому что очень часто нас спрашивают, говорят, что вот я же в прошлом году машину продал или вот квартиру продал, а налог почему-то прошел. Ну год-то длинный, да, то есть и все то время, пока человек владел имуществом, за это насчитывается ему налог. То же самое касается и приобретения. То есть с того момента, когда вы купили, с этого момента начинается...